Так, ну кто у нас готов выступать? Ну вот, Елизавета, а вы не готовы? Сегодня нет. А чего вы не готовы сегодня? Чего вы откладываете это куда-то на завтра, на послезавтра? Человеку вам предлагают, так сказать, выступить, потренироваться. Это же хорошо или плохо? Хорошо. Ну надо пользоваться. Потом покажут, посмотрят ваши, как вы выступаете, родственники. Следующий раз вам что-нибудь просят. Вы тоже не готовы, да? Не готовы. Так, ну что я хочу сказать по этому поводу? Ну в тех случаях, когда вы не готовы, я вас буду заменять. Как вы понимаете? Но это худший вариант. Значит, как надо рассматривать классические тексты? Классические тексты – это тексты, в которых можно найти какие-то интересные мысли. Интересные мысли – это не обязательно такие мысли, с которыми сразу надо соглашаться. Или, может быть, наоборот, и не надо соглашаться, а надо им возражать. Но то, что если это люди достаточно глубокие, речь идет о классических текстах, они не случайно берутся. То есть мы берем не какие-то легковесные книги, а авторов, которые представили такие произведения, с которыми связано определенное идейное течение или направление, или перевороты в научных взглядах. Поэтому в любом случае это полезно изучить, чтобы видеть и отличать серьезные языки, глубокие произведения от всякого рода мелких. Потому что, как сейчас говорят, сейчас очень много информации. Это правильно. Но информация и знания – это разные вещи. И истина тем более. Вот, скажем, я сейчас скажу 28, 49, 35 – это информация. Информация. А какие тут знания? Никаких тут знаний нет. То есть при огромном количестве информации, уровень знаний, нельзя сказать, что он такой уж высокий. А начиная с того, что такое вообще знание, что такое истина, что такое истина. Вот вы уже на третьем курсе в Санкт-Петербургском государственном университете. Вот что такое истина, вы знаете? Вы пришли сюда искать истину, правильно? Найти, усвоить, освоить. Ну и что такое истина? Вот скажите, пожалуйста. Истинное знание, которое соответствует предмету. Еще раз, первое слово. Истинное знание, то, которое соответствует предмету. Вот соответствует предмету я слышу, а вот первое начало как-то… Истину вы спросили. Да. Истинное знание, то, которое соответствует. Знание, которое соответствует. Так что бывает знание, которое не соответствует. Разве оно тогда знание? Нужное. Ерунда получается. То есть неудачная получается такая конструкция. Потому что знания, если они действительно знания, они всегда соответствуют. А если это какие-то рассуждения или понятия, которые не соответствуют, то это знаниями считать нельзя. То есть человек не знает. Если он говорит что-то и вполне кажется здраво говорит, но на самом деле это не соответствует предмету, не находится с ним в этом соотношении, то это истиной не является. Поэтому мы, когда изучаем классические произведения, мы должны классические формулировки какие-то для себя усвоить, точные, не такие, что где-то было около 2х2, 3х7, 4х5, а где-то вот такие точные формулировки, которые позволили бы без сучка и задоринки делать такие выражения. Потому что это довольно старинная традиция. Понятие истины давно уже сформировалось, задолго до Гегеля. Истина и соответствие понятия объекта. Если вам удается понятие сформировать такое, которое соответствует объекту, это и есть истина или знание. Правда? А если вам не удалось добиться того, чтобы ваше понятие в объекте соответствовало этому объекту, значит, этого нет. Но это вот истина с точки зрения материализма какого? Фейербаховского. Фейербаховский материализм, как называется, созерцательный материализм, который состоит в том, чтобы наблюдать мир, правильно его отражать. А если мы поставим вопрос о том, что вот сейчас вы выйдете, и сейчас как раз много воды, эта вода правильно отражает мир? Она тоже правильно отражает мир? Правильно? Вот вы придете, наклонитесь, и там себя и увидите. Но только то, что было справа, будет слева, а то, что слева, справа. Ну, это не так уже важно. Ну, в общем-то, и в общем и целом правильно же отражать мир? Ничем не хуже этой воды отражает зеркало. Ну, мы, наверное, понимаем, что ограничиться вот таким познанием, которое сводится к тому, чтобы просто отразить тот мир, который есть, это значит не учитывать вообще особенности всего человеческого общества. Смысл-то человеческой жизни, человеческой деятельности в чем? В том, чтобы просто отражать действительность. Ее отражают почти правильные все животные. Разве животные не смотрят на мир, не имеют? Например, обоняние у собак гораздо лучше, разве-то, чем у людей. Зрение у орлов гораздо лучше, чем у людей. Правильно? Теперь, скажем, осязание у тех или иных животных может быть гораздо лучше, чем у людей. Ну, и чем тогда люди выделяются? То есть, вот это очень старая формулировка в отношении знаний. Она правильная. Это понятие, соответствующее объекту. Но старое, старое, которое берет познание только вот с одной стороны, с точки зрения отражения мира. А разве вы мир не познаете, когда вы пытаетесь, руководствуясь этим понятием о нем, преобразовать сам мир? И тогда вы формируете идею, да? Идею. И в соответствии с этой идеей мир преобразовываете. Вот что делает человек? Животные тоже преобразовывают мир. Где-то какую-то кучу разрыли, где-то они что-то сломали. Где-то они что-то опрокинули. Это же преобразование мира, да? Под понятие преобразование проходит, подходит. Но нету такого, чтобы они сначала сформулировали идею, а потом бы совершали действие по реализации этой идеи. Маркс так говорит, что чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы? Самая хорошая пчела все равно действует инстинктивно. И мы восхищаемся, что какие соты красивые. Но они вот делают одно и то же. То, что вот, так сказать, заведено. И в соответствии с поведением инстинкту они это повторяют. И причем до сложного инстинкта доходит, потому что, как вы понимаете, перелетные птицы и многие животные демонстрируют удивительную способность повторять одни и те же действия, связанные с перемещением пространства. Ну, вот пингвины, например. Они, во-первых, они такие животные тоже стадные, да? Они живут обязательно большими группами людей. Причем, когда они в большие морозы стоят вертикально, как люди, ну, тесно прижавшись друг к другу, и они спасают себя и других, особенно своих детенышей от жуткого холода, который есть в Антарктиде. Они же в Антарктиде живут. Причем постоянно. И при этом температура, вот, так сказать, в гуще она очень высокая. Она не просто не минусовая, она высокая, положительная температура. А следовательно, вот все люди, извините, пингвины, которые снаружи стоят, они берут на себя основные тяготы вот этого. Но они тогда меняются, время с ними переходит снова внутрь, а потом им приходится, когда им нужно пойти за рыбой, они проходят много километров, чтобы добраться до берега, спрыгнуть в воду, и они набирают себе какие-то внутренние мешки, много-много рыбы, чтобы потом самим питаться и кормить детенышей. этих детенышей надо найти, они их находят. Найти детенышей, когда они все почти одинаковые, так сказать. Чем они, как они их находят, это, так сказать, это отдельный вопрос. Исследование. Они их находят, кормят их, кормят одно время, они, значит, их какой-то период воспитывают, потом, когда уже все становятся побольше, уже могут самостоятельно передвигаться, они снова уходят. А когда уже те окрепнут, они уходят от своих детей навсегда, чтобы все были вообще самостоятельны. Так что, такая проблема, какая бывает у людей, что все воспитывают, вас воспитывают, уже взрослые, вас все время воспитывают, и все считают, что вы маленькие, родители, там ее нету. Но это все, вот если это, так сказать, изучать, смотреть, это, конечно, восхищает людей тот образ жизни, который у них есть, но он же тоже инстинктивный. Ни о каком преобразовании, конечно, там речи природы там не идет. А человек преобразовывает все условия своей жизни, а преобразовывая условия своей жизни, он преобразовывает и себя. Как это вот в тезисах о Вербахе, которые мы уже рассматривали, что вот человек, конечно, есть продукт обстоятельств воспитания, но и воспитатель сам должен быть воспитан. То есть, не только вот одну сторону, что вы есть продукт, обстоятельства воспитания. И не так, как некоторые понимают, что бытие человека определяет его сознание. Это совершенно неверно, это относится только к обществу в целом. Скажем, общественное бытие, способ производства, какой есть, определяет и сознание в рамках соответствующей формации общественной. А вот если мы берем отдельного человека, совершенно неверно, что бытие этого человека определяет его сознание. Он человек из продукта обстоятельств и воспитания. Но это опять односторонний взгляд, от которого уже Гегель ушел, от этого взгляда. Все-таки у него, хотя и в идеалистической форме, у него идея практики присутствует. И иногда считают, что это дело только Маркса и Энгельса, что они подчеркнули практику, но Гегель же даже специально говорит о плуге, что он почтеннее, чем те зерна, пшеницы, которые достаются благодаря этому плугу. То есть, он упор делает на производительных силах по существу, говоря уже более поздним языком. И венец его науки логики это абсолютная идея, которая есть единство идеи теоретической и идеи практической. Называется идея теоретическая идея так она, я скажу, идея отражения мира. Так и называется теоретическая идея, а практически называется идея добра или идея блага. и они не берутся отдельно одно от другого, потому что когда человек к своей деятельности проверяет свое знание, он убеждается в том, что его знание истинное. Поэтому позднее уже появились такие высказывания, которых у Гегеля нет, что практика критерий истины. То есть, если вам удается в соответствии со своим пониманием мира его преобразовывать, значит, вы правильно его понимаете. А это не удается, значит, возможно, вы неправильно его понимаете. Может, вы его правильно понимаете, но неправильно действуете. Но возможно, что вы неправильно его и понимаете. А если у вас точно удается делать задуманное, осуществлять, значит, вы понимаете его правильно. Иногда человек не может преобразовать мир в соответствии с тем, что он задумал, по той простой причине, что он не учел противоположных тенденций, которые есть. или, как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. То есть, если вы не учли, какие есть противоположные факторы, которые могут быть сильнее ваших усилий, то вы тоже можете попасть в ситуацию, когда ваша идея не реализуется. Или реализуется не сразу, или реализуется с трудом. Поэтому не такая простая задача выяснить, это дело в том, что идея плохая, или дело в том, что она может быть очень крупная, грандиозная, передовая, но все передовое наталкивается на сопротивление. Вот я хочу сказать, что есть такое интересное рассуждение у Сталина в его работе о диалектическом и историческом материализме, где он говорит о борьбе нового со старым. Что все развитие совершается через борьбу нового со старым. А когда новое появляется, оно слабее старого или сильнее старого? Это вы так тут задумываете, как будто это сложный вопрос. Видели ребенка, он сильнее своей матери или слабее грудной? Что тут задумываться? Когда новое появляется, оно всегда слабее старого. И Гегель, например, говорит, когда новое появляется, оно появляется относится с фанатической враждебностью к широкой распространенности прежнего принципа старого. А потом эта враждебность пропадает во многом. Но она в это время и в то же время это новое слабее старого. Слабее старого. А в борьбе кто побеждает? Слабейший или сильнейший? Кто? Сильнейший. Поэтому какова судьба реализации новых идей любых в технике, науке, культуре, образовании, политике, идеологии? Вот сформулированы новые идеи впервые. Какова ее судьба? Будем считать, что это не такая новая идея, которая очередной глупостью является. Потому что глупых всяких мыслей, в том числе глупых идей, существует сколько угодно. Скажем, вот такая вот идея, которая широко распространенная, которую нынешний 86-летний Горбачев разносил по всей стране, состояла в том, чтобы перестраиваться. Здесь какое-то умное что-нибудь есть в этой идее? Вот нам сейчас вам надо выйти и переодеться. А потом, когда вы придете, снова надо выйти и опять переодеться. А когда вы снова придете, и будете все время переодеваться, 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 а уже и заниматься некогда. Изменение формы или реформирование, скажем, при Ельцине получило такое распространение. Что такое реформирование? Изменение формы. Ну, а форма разве не связана с содержанием? Не может так получиться, что формы изменили и содержание изменилось. А в какую сторону изменилось? Об этом речи нет. Главная задача реформировать. Менять форму, менять и менять и менять. А форма содержательная, смотришь, не стала того формы, чего меняли. Меняли-меняли формы, а производство упало вдвое. В России нынешней по сравнению с РСФСР в 90-е годы вдвое. И раньше у нас рождаемость уверенно обгоняла смертность, а потом в 90-е годы резко образовался так называемый крест России. Когда вот так пошла рождаемость, а вот так пошла смертность. Они пересеклись, и смертность превысила рождаемость. Ну а как сейчас с этим обстоит дело? Никак. Где-то вот на одном и том же уровне никто из руководителей государства нашего не может сказать, ну, наконец-то, благодаря нашим всем усилиям, правильной политике, развитию нашей экономики, заботе о женщине-матери и так далее, мы добились того, что у нас рождаемость превышает смертность. Можем мы это сказать? Не можем мы этого сказать. Вот результат этого так называемого пустого реформирования, которое оказывается не просто пустым, но и вредным, как всякое пустое. Поэтому, значит, этот реформаторский зуд, который состоит не в том, чтобы вы в спокойной, в тишине, скажем, сидели и работали, и думали над какими-то серьезными проблемами, и сделали себя специалистом, а вместо этого все время что-нибудь меняется, перестраивается. Вот вы учились, вы поступали на философский факультет, а сейчас вы же где? В факультетах. Нет факультета. А в чем разница для вас? В чем разница? А все поменялось название, все эти бланки, там столько, и деньги на это пошли. Ну, скажем, в деятельности преподавателя, скажем, моих, что, думаете, изменилось? Вот нам сказали, напишите заявление о том, что вы просите перевести меня с должности профессора кафедры какой-то, факультета философского, на ту же кафедру, только института. И вся разница. Ну, это не конец. Алло. Да, но у меня сейчас лекция, я разговаривать не могу. Кто-кто? Кто это? А, Алексей, позвоните мне половину четвертого, ладно? Договорились. Вот, так что, это вот вопрос. Как вопрос об истинности идеи. Истинные идеи, они, конечно, себя тоже проявляют на практике. И вот в этом смысле практика критерий истины. Ну, такими певцами, продолжим дальше вот это, еще мы себя ее не довел до конца. Значит, вот изначально, когда новая идея появляется, она сильнее старой, слабее старой. А раз она слабее, то выигрывает какая? Старый принцип или новый? Старый. И вот, следовательно, новая изначально терпит поражение. Очень, очень часто терпит поражение. Не потому, что она плохая, а потому, что она как раз новая, слабая еще. Ну, вот слабые ростки. Вот, представляете, что такое затоптать слабый рост? Дуба. Да ничего не. Вот у нас в том дворе, где я живу, у нас мощных несколько дубов растет. И очень много желудей. И они разбрасываются, и много-много всходит дубков. А потом, значит, у нас выходят косари нынешние, которые не понимают, что они делают. У нас же, как вот сейчас спросят, так, чтобы срезать все. Значит, все те растения, которые размножаются, не примитивным образом, а вегетативным только корнями, все они уничтожаются. Скажем, не может быть никаких цветов, там, ни клевера, ни ромашки. Соответственно, всем дубам отрезают головы молодым. И на этом. Но они ничего не могут сделать с такими дубами, которые стоят. Может, они их тоже бы скачили, но их котилка сломается. А вот этим маленьким дубкам они регулярно отрезают голову. И вот люди все время посадили дубы, а больше вот... Ну, они сами вырастают, но им все время не дают. Напротив у нас стоит, например, манчжурский орех. Огромное расхидистое дерево. Это такое же, как грецкий орех, только выдерживает температуру минус 30 градусов. Очень красивые. И вот листья вот такой величины перистые такие. Съедобные плоды. Такие же, как грецкие, только меньше объемом. Размер такой же, объем меньше, потому что очень прочная. Оболочка, которую вы молотком не разобьете. Чтобы их раскрыть, нужно поставить так вот, как бы в эту складку нож. И молотком сухнуть, чтобы они на две половинки распались. Тоже, значит, некоторые плодов насыпаны вокруг дерева. Поскольку они для нас экзотические, никто не знает, что это такое. Их гребут, скритворники. Но все равно некоторые вырастают. Ну, проходят уже вот такие вот деревца. Потом их ломают или срезают. А вырастить дерево, как вы понимаете, это очень сложно. То есть, и так везде. Какое-то новое задушить очень легко. А вырастить очень трудно. И вот, и какова же судьба этого нового. Вот оно все терпит, терпит поражение. Но судьба нового, тем не менее, не так плачевна. Если оно новое передовое, оно в этих вот поражениях закаляется. Но приобретает дополнительную силу. И наступает такой момент, когда оно выходит на уровень со старым. А затем оно начинает его превосходить. И тогда старое отступает. И вот это новое, которое развилось и которое приобрело силу, начинает, так сказать, давлеть над старым. И вот тут хотелось бы нам прокричать «Ура!» Да здравствует, устроить банкет. Но появляется новое, по отношению к которому это вот новое, о котором мы все время говорили, является уже с даром. Процесс начинается сначала. Поэтому, когда люди думают, вот, не поднаторевшие в диалектике, люди, начитавшиеся, так сказать, в работ, таким вот проникнутым в фейербаховским созерцательным материализмом, когда вот мы все отражаем мир, изучаем, или просто получаем информацию, которую мы бесконечно можем получать. Вот у меня в портфеле сейчас находится журнал «Эксперт», в котором статья вообще об экономике, о том, что вот 50 лет назад ввели конвейеры, и это за колоссальный скачок роста производительности труда. Вот ввели гаджеты, и эти все информационные технологии, никакого скачка производительности труда в экономике это не дало. А вот переговоров стало много разных. И все переговариваются, и переговариваются. Давайте будем переговариваться о том, как у нас плохо, и ничего не получается. Давайте будем друг другу звонить, по электронной форме писать, через WhatsApp или через Viber общаться. Давайте через ВКонтакте, еще через Одноклассники, через Facebook. И везде напишем, что у меня ничего не получается. А вы мне пишите, и у меня ничего не получается. Тогда мы видим, что у нас у всех ничего не получается, и так далее. А кажется, что идет такое бурное продвижение вперед, а на самом деле получается, как у такой женщины, которая сказала мужу, что я на 15 минут в соседке выйду поговорить, а ты через каждые два часа помешивай суп. То есть, любое развитие идет через борьбу противоположностей. Через борьбу противоположностей. То есть, через преодоление противоположных тенденций. Уже любое механическое движение идет через преодоление трения. Правильно? Что ведь идет без трения? Не идет. Если ракета вырывается уже из атмосферы, и оказывается в безвоздушном пространстве, там, где действует, где нет уже такого трения, который разогревает оболочку, и приходится керамически делать специальное покрытие, чтобы не сгорел наш в космическом месте с космонавтами, а там сила тяготянет, а никуда не девается. И чтобы преодолеть силу тюготяния и полететь к другим планетам, какая нужна скорость? Вот первая космическая скорость нужна, чтобы выйти на орбиту, да? Это такая скорость, которая уравнаешивает то, что вы падаете на Землю. Вы падаете, но вы падаете, и в то же время вы перемещаетесь вдоль, по касателям, и так, что так получается, что вы все время падаете и никогда не упадете. Это первая космическая скорость. То есть, если вы хотите из этой орбиты уйти, и не просто поднять ее над Землей, а если вы хотите уйти на другую планету, скажем, полететь, хотя бы, скажем, к Луне или к Марксу, нужна вторая космическая скорость, которая позволяет преодолеть притяжение Земли. Ну, это вот физический пример, а разве что-нибудь есть у нас без этого самого, без преодоления? Вот у нас идут занятия, вот товарищи должны тут присутствовать и заниматься, а им трудно преодолеть какие-то обстоятельства. Будем считать, что уважительные, тогда уважительные трудно преодолеть обстоятельства, а возможно, неуважительные. Ну, вот, скажем, два конфликтолога поехали на соревнования по конфликтологии, на конкурс в Казань, а остальные выслали своего представителя. А если неуважительные, задача-то какая состоит в том, что, скажем, если здесь вот сидели бы люди и читали бы более высокое, чем то, что мы изучаем, это было бы нормально. Я сам так делал, когда был студентом, я читал на занятиях по политэкономии капитал. И ровно два тома капитала я просчитал только на занятиях по политэкономии, за время лекций и семинаров. И когда ко мне подходил, предупреждал, да что вы там читаете? Я говорю, что читаю капитал. Шикольно так. Время-то оно же конечно. А если речь идет о том, что не используется вот это золотое время, которое есть студенческое, оно же никогда не вернется. Для того, чтобы в это время с очень большой скоростью нарастить тот капитал знаний, который будет использоваться всю жизнь. Не говоря уже о том, что тот школьный капитал, который мы имеем с вами, поскольку нам приходится потом действовать в какой-то одной сфере, а во всех сферах мы остаемся на уровне школьного образования, и этот капитал тоже остается тоже на всю жизнь. На всю жизнь. Вот поэтому, скажем, мы находимся в обстановке, когда терять на это время нельзя. Но знание это не такая вещь, которую надо открывать рот и запихивать так. У нас, тем более, не тюрьма, где тем, кто объявил голодовку, могут принести пищу и даже в пищевод сделать туда соответствующую трубку и кормить, чтобы они не умерли, потому что это не надо. Этим самым организациям, чтобы у них кто-то там умер. Но здесь-то мы не можем этим заниматься. Отсюда, скажем, те люди, которые приходят на занятия и занимаются, они должны их использовать, чтобы вырасти. Поэтому я вас еще раз ругаю. Так, ну как я могу вас ругать в Польше? Ну так, только по-хорошему, по-дружески. Что не надо упускать такие возможности, надо заниматься собой, в том смысле себя развивать. Вот сейчас то, что является задачей вашей, ваше индивидуальное развитие, оно совпадает с общественной потребностью. Правильно? Есть потребность в том, чтобы люди с хорошим, высшим образованием. Есть. То есть вы, будучи эгоистами, которые думают о том, как к себе лучше подготовиться и так далее, вы выполняете важную государственную задачу. От вас ничего другого не требуется. Правильно? Вот. Поэтому вот эта идея, идея довольно новая вообще в философии. Начиная вот, когда состоялся переход от вот такого созерцательного философского взгляда к преобразующему. По существу он начался уже с Гегеля, но в идеалистической форме. То есть когда Гегель разработал свою идеалексику, он уже и разработал такие понятия, которые позволяют уже материалистически истолковывать и реализовывать то, что он сказал. Если у него абсолютная идея, это идея и теоретическая, и практическая идея. Это венец вообще его науки логики. Ну а что касается Маркса и Энгельса, они вот являются как раз теми людьми, которые не просто это взяли, сохранили ядро это, замечательное, которое есть у Гегеля, они его противопоставили и самой идеалистической философии, и фейербаховскому материализму, и создали материализм диалектический. Много ли у нас людей владеет диалектическим материализмом? Не могу вам доложить, как специалисты в этой области, единицы владеют диалексикой. Хоть какой-нибудь идеалистической или материалистической. А что касается следующего крупного открытия, которое было сделано Марксом и Энгельсом, это применение материалистической диалектики к истории, а вот мы уже успели в прошлый раз сказать, что мы знаем только одну науку, наука истории, правильно? Что такое наука? Она вся относится к человеческой деятельности. Она вся изучает либо непосредственно человеческую деятельность, либо изучает условия человеческой деятельности, как науки о природе, правда? Вот все, скажем, науки технические, технические изучают уже практическую деятельность человека. А если вы берете физику, химию и так далее, они изучают условия жизнедеятельности человека. Можно сказать, что мы изучаем человека, Если мы занимаемся теоретической физикой Можем сказать, что мы изучаем историю? Можем Потому что это история идей Идеи, а идеи Это неотъемлемая часть вообще человеческой жизни Вот, скажем, если я бы поставил задачу Изучить Товарища Татлепскую Елизавету Как бы я подошел к этому Я бы сначала ее изучал Саму по себе Обычно этим все и кончается Вот я бы ее изучал Изучал, что она думает Что она говорит Что она воспитывалась Что она собирается делать И так далее Я бы все ей давал Подсовывал анкеты Она бы все заполняла Потом я бы брал у нее интервью Мы бы беседовали и так далее И вот я бы все это закончил Изучил я вас тогда? Как вы считаете? Нет А я знаю, что нет Почему? Потому что на самом деле изучение Любого человека и любого предмета Сводится не только к тому, что его непосредственно изучить Еще надо изучить, как другие люди на вас воздействовали В течение Или воздействуют, правильно? Какие у вас были родители Бабушка, дедушка Какие у вас родственники Какие люди вообще на вас повлияли Которые, которые, может быть, там два раза вы их встретили Они что-то такое сказали Или сделали Что отложило отпечаток на всю На вашу жизнь На ваш характер Правильно? Но это я закончить могу на этом изучение? Елизавета Татлевская Не могу А что я должен сделать еще? А как же я могу на этом закончить Если я не изучил, как Татлевская Елизавета Вот здесь вот на своих товарищей Как на своих родителей На тех, с кем она общалась На тех Кого она встретила Там здесь, в студенческом кресле И на то, как она собирается вообще Вести всю свою деятельность То есть, люди кончают изучение человека Обрубив ему руки, ноги, так сказать Взяв только вот его непосредственно Как оторванного от общества И общественной деятельности То есть, изучают его не как человека А просто как Ну, вот такое вот Выскоразвятые животные Это неправильно Поэтому я еще раз хочу сказать Что нам с вами крупно повезло Что мы имеем возможность В рамках учебного времени А не в рамках того, что мы там Сделали какой-нибудь курс Отдельно еще добавляем В рамках учебного времени Выделено государству Достаточно много времени Чтобы мы Окунулись в мир мудрых мыслей Для того, чтобы окунуться В мир мудрых мыслей Надо взять в качестве предмета Вокруг которого идет это обсуждение Ну, что-то такое Содержащее достаточно много Крупных мыслей Не для того, чтобы этим ограничиться Правильно? А для того, чтобы у нас Ну, была опора И известный уровень Что это вот, скажем Речь идет о философии Которая сыграла И играет колоссальную роль В человеческой истории Ну, по крайней мере Полтора миллиарда человек В современном мире Руководствуются Этой самой философией Как государственной идеологией Так? Это что? Это Китай Которая имеет 17% ВВП Мирового А Соединенные Штаты Америки Имеет 15% Мирового ВВП И не случайно Трамп говорит Что вот у нас Главное тут Противник тут не Россия, а Китай Что нам с Россией-то воевать Когда вот Вот вырастает Причем темпы роста Американской экономики Низкие Низкие Около двух А китайские Были очень высокие Сейчас восемь Но они крупнее Чем Уже по объему Производства Чем США А темпы роста Выше Дальше А Вьетнам В котором 92 миллиона человек А Корея Которая уже построила Низшую фазу Коммунистического общества А Лаос Который в 75-м году Закончил свою Длительную борьбу Против Французских Американских Завоевателей И создал Самостоятельное государство А Куба Которая Непосредственно Под брюшью Соединенных Штатов Америки Создала самостоятельное Социалистическое государство Но это же Наш мир В котором мы живем Мы же живем Не в капиталистическом мире Мы живем В мире В котором Основная масса Государства Основное количество Населения Живут при капитализме А полтора миллиарда Человек Уже живет В другом мире И руководствуется Этой идеологией Давайте мы это не будем На счетке изучать И не будем знать А чем они руководствуются Мы должны Вот это вот Учитывать Где мы живем Или нет Ну вот я думаю У КНР Объем Вала внутреннего продукта А сейчас У КНР Больше чем И дальше Это отрыв будет Увеличиваться А дальше Мы наблюдаем Такие явления Очень интересные Что создаются Удивительные Такие Компании Международные Союзы Как например Брикс Что такое Страны Брикс То есть Вот есть Крупнейшие Империалистические Страны Там известные Которые имели Колонии Или которые Проводят Однозначную Империалистическую Политику По подчинению Других стран Своим интересам А есть Крупные Государства Крупные Буржуазные Государства Которые Не хотят Быть жертвами Вот этой Самой Агрессивной Политики Такие Например Как Индия А в Индии Сколько человек Живет Какие у вас Данные Олег Уже к миллиарду Проближается Сколько К миллиарду Уже приближается К 970 миллионов Да ладно За миллиард 200 Давно уже Зашло А вы еще Приближаетесь К миллиарду Это говорит О чем Что у нас Мы как-то Все время Голову У нас повернуты На запад А ситуация Сейчас другая Там идет Бурное развитие В Индии Бурное развитие У нас есть Авианосец Вот например В России Нету Ни одного А в Индии Есть Есть Историю Могу рассказать Очень простая Авианосец Авианосцы Но этот космодром Пресельский Он далеко От экватора Там сложнее Выводить На орбиту Космические аппараты И вот поэтому Построен Космодром Восточном Уже первый запах Состоялся Вот Они напрямую С нашим Роскосмосом Не заключают Они с Боингом Заключили соглашение О том Чтобы еще Шестерка Космонавтов Американских Была доставлена Союзами На Международную Космическую станцию А вот Боинг заключил Договор С НАСА Ой простите Уже с Роскосмосом Нашим Чтобы их Вывозить И вот Ну Россия Поэтому тоже Не такая Слабая страна Чтобы быть Объектом Подавления Поэтому Россия И Индия Которых Миллиардов Скажем Сейчас Латинская Америки Бразилия Крупнейшая Страна Быстро Развивающаяся Бразилия Которая Тоже Не хочет Быть Подпитой И Американского Капитала А есть Еще Южная Африка Тоже В свое Время Которая Была Колонией Потом Там Была Война Черных С белыми Теперь Там Черные Большинство В общем Руководит Быстро Развиваются Там Огромные Богатства Это Все Капиталистические Страны И Чего С ними Какая Судьба Их Не устраивает Судьба Ивгославии Не устраивает Судьба Ирака Не устраивает Судьба Ливии Или Устраивает Должна Судьба Ливии И Сирии Их Судьба Не устраивает Судьба Хотят Разодрать На части И Крупнейшие Капиталистические Державы Что ваш Президент Должен Уйти Вот Я говорю Ваш Президент Вы Его Избирали Вот Вы Избирали Президента Ирака Или Может Вы Любили Саддам Ахутей Я не знаю Никто У нас Как-то Особенно Сильно Но Это Не Наш Президент Что Мы Прилетели Повесили Президента Сказали Нет Тут Оружия Массового Положения Уничтожили Нерелигиозные Светские Правительства В Ираке И в Ливии Осталось Еще Только Одно Светское Государство На Ближнем Востоке Сирии Которое Разверается Сейчас Клочья И тогда Разве Это удивительно Что появился ИГИЛ Но Если нет Светских Государств Свято Место Пусто Не бывает Появляется Государство Религиозное Это Реакция Такая Кто Это Все Организовал Так Вот Новые Большие Государства Такие Бразилия Россия Оно Не такое Новое И не такое Большое Но Все-таки Это Крупное Государство По крайней мере Боеголовок У нас Атомных Столько Сколько Соединенных Штатов Америки И ракет Столько Ровно По соглашениям Ну А в космосе Ну А в космосе Вот Так вот Факт Такой Что Ну Нет У них Даже Средств Доставки Сейчас Космонавтов На МКС И двигатели Они покупают Для своих Ракет Латтлс В России И вот Эти крупные Государства Довольно Развитые Начинают Блокироваться С кем? Чтобы защититься От этой Самой Подавления И от Экспансии Американской Они начинают Блокироваться С Китаем Вот вы можете Видеть Как называется Что такое Брикс Бразилия Россия Индия Китай И Сауф Африка Южная Африка Брикс Что это Такое За образование Такое Невидно Неслыхано Капиталистические Страны Соединились Социалистические Когда это было Последний раз Раньше Последний раз Это было Во время Войны Против Антигитлеровская Коалиция Где Крупнейшая Держава Империалистические Соединенные Штаты Америки И Великобритания Объединились С Советским Союзом И можно сказать Что В этом самом Союзе Ведущей роль Играл Советский Союз Как главная Сила Которая Уничтожила Гитлеровскую Германию А Союзники Долго ждали Когда им Вступать В действия Когда уже Видели Что Увидели Что Советский Союз Побеждает Без всяких Союзников Потому что Уже Борьба Шла На территории Европы Вот они Тоже Вступились И Успели Где Лежу Пирога А здесь А здесь Получается Что Единственный Способ Спастись От Империалистической Экспансионистской Политики Это Блокироваться Социалистическими Странами Которой Вообще Нет Государственной Идеологии Никакой Мы Не знаем Может Вы Разработаете Какая Вы распространите Она И будет То есть Как бы Идеология Тут Соперничается В известной Мере Но Раз Они Соперничают То Значит Нельзя Какой Тут Просто Брать И Подавлять Надо Выяснять Истину Правильно Ну Вот Надо Ее Выяснять Кто Ее Выяснит Мы Мы Еще Не Выяснили А Вы А Мы Нам Нехало Только Кто Вы Делали Вот Вы Должны Пойти Дальше Чем Тех Кто Вас Сейчас Преподает Вам Или Или Ближе Как Вы Считаете Как Вот Я На Вас Должен Смотреть Как На Носителей Нового Передового Или Как Отсталых По Отношению Ко Мне Ну Понятно Да Естественно Вы Должны Освоить И Добывать Долго Осваивать Быстрее Освоить То Что Добыто До Вас И Пойти Дальше И Это Вообще Общая Практика Человеческая Люди Приходят В Мир Который Создан Другими Людьми Правильно Получает Производительные Силы Вот в этой Книге Это и Написано Которые Созданы Прежними Поколениями Развивают Эти Производительные Силы И Что Происходит Происходит Связь Человеческой Истории Вот Через Эти Производительные Силы Которые Создаются Все Что Мы С вами Делаем Оно Отзапечатлевается В Производительных Силах Причем Производительные Силы Они Есть главная производительность человека, вы воспитывать будете людей, наполнять их головы новым знанием, истиной и так далее. Это одна сторона производительных сил, главная причем производительная сила. А средства производства материальные, которые связаны с технологией, связаны с естественными науками, со всеми, эти средства производства, взятые на вооружение новой производительной силой, обеспечивают дальнейшее развитие истории. Историю кто делает? Историю мы с вами и делаем. Вы делаете историю? Ну, а что так медленно вы делаете историю? То есть, вот, ну, как я понимаю, вот этот курс дан для того, чтобы мы как-то не мельчили, а так по-крупному относились к себе, к своему обучению, к своим делам и так далее. И я не в порядке шутки с вами спрашивал насчет того, что вот вы хотите что-то написать, ну, надо начинать тогда и пишите, вот, придумайте тему и пишите еще книгу. Потом куски этой книги будете давать в виде курсовых, в виде своей коллекционной работы, вас будут заставлять, чтобы вы это там засовывали в BlackBot, которая никому не нужна и так далее. И всякие сложности придумывать, отзывы всякие, через другого вуза надо на вашу работу. Вот теперь недостаточно, вот у нас, видимо, не хватает профессоров в университете оценить вашу работу. Нет, надо еще вам бежать и искать кого-нибудь на стороне, чтобы студентов Санкт-Петербургского государственного университета оценили кто-нибудь из института профсоюзов, или из университета космического приборостроения и так далее. Ну, так сейчас сделали. Так, ну вот, это вот мы сейчас с вами продолжаем обсуждение вот этого поворота или переворота философии, который произошел. Почему Энгельс написал такую какую-то печальную книгу вроде, с таким печальным названием «Людовик Фейербах и конец классической немецкой философии». То есть, в каком смысле конец? Ну, то есть, вот как созерцательная теория философия закончила себя, как созерцательная теория, которая только отражает мир. Не может она вечно быть на уровне озера, на уровне зеркала, на уровне пруда, на уровне лужи, в которой все правильно отражается. Но это закончилась уже философия. Теперь нужно не отражать то, что вы видите, а нужно иметь философию деятельности. Философия преобразования, философия практики. А вместо этого мы иногда видим философские практики. То есть, когда слово «практика» применяется явно не для того, чтобы изучать практику, а наоборот, всякое мудрствование и всякие дискуссии называть практикой. Никакой практикой это не является. Это является, так сказать, в известном мире слабоблудием. А вот дешительная практика остается тогда за кадром. Что, вот точно так же, как я вас, вот Елизавета, про вас говорил, чтобы вас изучить, так же и вот изучить философию нельзя без влияния ее на весь мир, да? На производство, на людей, которые имеют другие специальности совсем, вовсе не философы. Потому что мы не изолированные от остальных членов общества люди. Но нам повезло, мы как бы составляем такое вот ядро людей весьма просвещенных, ну при соответствующей работе. Просвещенных в плане устройства общества, в плане всех общественных отношений. И вот мы тогда отвечаем за то, чтобы они в целом двигались в верном направлении. И та борьба, которая есть, разрешалась бы не в пользу реакционных тенденций, а в пользу прогрессивных. Но для этого надо как минимум различать, что есть прогресс, а что есть регресс. И даже различать сами эти понятия. Вот я сейчас вас спрошу, вот вы, наверное, против реакции, а что такое реакция? Что такое регресс? Можете сказать? Не можете? То есть вы как бы приходите, мы совершаем, допустим, я что-нибудь реакционное совершаю, вы смотрите, слушаете, внимаете, вместо того, чтобы бороться, сопротивляться. Так так вас кто-нибудь заведет, не туда, не то сделай. А что такое прогресс, вы знаете? Вот у нас на Олега у меня надежда, он прогресс, наверное, знает. Что такое прогресс, Олега? То есть я взял вот молоток и стукнул вас по голове. Это точно приведет к изменению и преобразованию. В остацию, в больницу. А меня раз и в тюрьму. Качественно новое. Это новое. Вы раньше говорили, вот сидите, а так будете лежать. Качественно новое. Это же качественно новое. Не просто количественное. Будете лежать. Ну как? То есть это вот такие вот слова, они вроде как все правильные, а понятия не дают. А можно понять, что такое прогресс без понятия развития? Как вы думаете? Ну, вот это уже, вот это уже где-то близко к этому. То есть вообще развитие идет через борьбу в противоположности. Всякая, через борьбу в противоположности. Правильно? Никогда не байтер. А что такое вообще развитие? Вы знаете, что такое развитие? Может развитие что-нибудь плохое? Вот я вас спрошу, вы что такое развитие? Это такие ядовитые вопросы, скажем. Вы же в университете, уже третий курс, а вы что-то такое развитие-то знаете, нет? У вас какое отделение? Музеология. Музеология, она же ценности. То есть то, что цены для развития, то оно собирает. А то, что они какой-то... Вы же не собираете, сколько ногтей настригли в прошлом году? Знаете, сколько настригли? Тонны. По всему миру. Тонны. Не надо их собирать. То есть, что связано с развитием, то вы... На что нужно опереться, чтобы пойти дальше. Правильно? Так что такое развитие? Ну, это мы вот... То есть, поймите меня правильно, я не собираюсь, так сказать, вам указывать на эти недостатки, как некие ваши внутренние дефекты. Нет. Это совершенно нормально. То, что студенты, они находятся в процессе движения и освоения знаний. Правильно? Поэтому то, что вы чего-то не знаете или чего-то не делали, это не вина. Скорее, больше вина тех, кто преподает. Это раз. Но это вообще естественный процесс. Вы переходите от незнания к знанию. Но то, о чем я говорю, я говорю, что уже наступило такое время, когда уже нужно знать, что такое развитие. Ну, в каком же возрасте надо узнать, что такое развитие? Время же наступило, уже это вот горит. Причем определение развития, вот мы же изучаем классические, а у классиков очень простое. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Уж проще его просто и... Ну, чего тут его запомнить? Но наша ведь задача состоит не в том, чтобы просто запомнить. У нас для этого есть там флешки, у нас есть диски, у нас есть память, компьютер. Можно записать, но надо, чтобы это было в голове. Потому что есть какие-то узлы... Вот что такое категории, в отличие вообще от понятий? Категории тоже понятия, но есть узловые понятия, без которых нельзя ничего понять, как следует. И вот эти узловые понятия, они должны быть у нас в голове, а не только на бумаге. Не так, что я вас спрошу, а вы останете и начнете листать. Где это записано у меня? В голове должно быть развитие. Как это? Как я не знаю, что такое развитие? Это же самое. Вы же находитесь в процессе развития. Как вам не знать, что такое развитие? Вот движение низшего к высшему – это понятно. Простого к сложному. А что такое сложное? Кто что скажет? Елизавета, скажите, что такое сложное? Объясните простому человеку, что такое сложное? Иначе я с вами буду конфликтовать, если не объясните. Ну, сложное, ну, как это? И тогда и развитие не знаю. Что такое сложное? То есть, вот, что показывает мой уже анализ, наш совместный анализ, что у нас некоторые ключевые понятия, они не являются еще таким главным инструментом нашей, так сказать, умственной практики, да? В главном инструменте. Потому что, тем более, что я вот сейчас вам скажу, что это такое, и вы будете и надо мной смеяться над собой. Значит, сложное, это сложное из простых. Ничего другого в этом нет, ничего. Это элементарная вещь. Сложное – это сложно. Так прямо в словах уже так записано. Ну, правильно? То есть, накапливается, накапливается, это еще сложное. Есть простые понятия, самая простая точка там в математике, и не надо ее никогда определять, ее не определить ни за что. Она не сложная ни из чего. А есть сложные понятия. Двигаться надо вот в изучении, от простого к сложному. Мы с вами, если мы обнаруживаем, что какие-то категории не освоены, не поняты, поэтому мы, ну, в известном смысле, потребительски относимся, вот и даже к этой работе, в известном смысле. То есть, это для нас хороший повод, поправить, так сказать, своей, ну, свою систему категории, чтобы в ней не было дыр таких. Ну, что вы, я не знаю, что такое развитие. Развитие движения низшего. Иногда говорят, от низшего к высшему, от простого к сложному. Тогда получается, что есть простое, есть сложное, и какое-то третье, которое двигается от простого к сложному. Вот что получается. Это не неправильно. А надо, чтобы самое простое переходило в сложное. Правда? Так вот, этот переход в сложное, я уже говорил, он идет через борьбу противоположностей. Это уже не определение развития, а это просто констатация факта, добытого, так сказать, наукой, что никогда простое, сложное, без борьбы, без противоречий, без противоположностей, не переходит. Никогда. Поэтому настроение такое, что, если, ну вот, все должно быть само собой хорошо. Сейчас все решится, разрешит, так не бывает. Никогда вот этот дом, стихийно создан быть не может. Есть замечательные, вот, картины природы, видите, скалы, изумительной красоты, в них отверстия даже есть, да? Какие-то шхеры и так далее. Ну, так, чтобы вот такие, был бы коридор, и в нем были бы вот такие аудитории, с окном. Это не может быть в природе. То есть это может быть, а это же в процессе борьбы делается. Это надо бороться с теми, кто отступает от размеров, потому что двери не будут закрываться, окна не будут, нельзя будет вставить оконные рамы, есть стандарты и так далее. Надо бороться с теми, которым песок взяли, а цемент туда не положили. Вот помните, была большая беда в Армении, в Скопли, очень большие были разрушения после землетрясения. А в чем дело? Только в землетрясении нет, просто те дома, которые разлетелись, были дома, в которых песок было, а цемента почти не было. Они держались на честном слове. Раз и... И мы сейчас наблюдаем. Вот идешь и смотришь по городу, отлетают части, элементы. Почему? Украден цемент. Или видите вот это вот, если вы пойдете по этим самым шашечкам, которые сейчас делаются вместо асфальта вообще, если не говоря уже о том, что это шаг назад, потому что асфальт делается так, едет машина. Раз и готово уже покрытие. А тут сидят гастарбайтеры и деревянными молоточками по песочку их там забивать. А потом что? А потом мы видим, что в них образуются дыры, они расшипаются, разваливаются. Там есть какие-то женщины, которые ходят на каблуках, они вообще рискуют сломать себе ногу на этом покрытии. Причем, если асфальт зимой, если вы упали, то он там таких не дает тяжелых, так сказать, ушибов. А вы посмотрите, там, а где скользкие эти шашечки и эти люди. Причем везде вот вместо, посмотрите, лестницу вот в нашем старом здании, вы идете, и у вас нога не скользит. А вот кто-то придумал, хороший человек, в кавычках, придумал брать керамические плитки, с которых люди летят, особенно, если они вот где-то вход в какие-то здания, в нашей, в России, может быть, в Европе это нормально, там, где дождичек идет, а мороза нет. А тут дождичек и мороз, и вам гарантированно перелом. Например, вот, у нас есть доцент Иванов на нашей кафедре. На последнем заседании кафедры заявляет, заведующий, объявляет, что доцент Иванов вышел из своей парадной, тут же сломал ногу, шейку бедра, и раньше, чем через полгода, он не вернется. И еще неизвестно, чем это закончится, это только начало, так сказать, этой болезни. И это мы потом начали, вот мы видим, потом, действительно, идут от простого, сложим, начинают накрывать какими-то резиновыми такими штуками их присобачивать, потом они эти, эти резиновые, резинки начинают разваливаться и так далее. То есть, всякое развитие, оно идет через борьбу, и здесь тоже борьба. И вот тогда, тогда, значит, раз идет борьба противоположности в процессе развития, значит, борьба двух тенденций. Одна тенденция связана с переходом простого в сложное, да? А другая, Олег, с переходом в сложное, в простое. Правильно? А раз так, раз две эти тенденции действуют, их нужно назвать и вот эта тенденция в развитии, в развитии, которая представляет собой движение низшего к высшему, в развитии, называется прогрессом. А вот в развитии тенденция негативная, которая составляет переход высшего к низшему, или сложного к простому, разложение сложного на простое, называется регресс. А в общественных делах и науках называется уже не просто регресс, а как? реакция, реакция, наступили годы реакций. А в политике это может быть, или там, вот, строительство, так сказать, общество, это может быть реставрация, да? Реставрация монархии. Вот сделали республику, а потом раз, и монархисты победили. Ну, с реставрация. Реставрация уже, как бы, этап завершения, уже она завершается, когда делаются, а так вот, это реакция. Но, в общем, можно говорить о регрессе. Это регресс, это реакция только в общественных науках или в общественной практике. Регресс, а так, это движение в спять. Ну, вот. И это относится, скажем, и к той же самой деятельности, которая является образовательной. Вот вы, перед вами, какая задача, выдвигаетесь от простого к сложному, и там, религовец, который начинает с чистого бытия, он находится в процессе становления. Правильно? А какие становления имеются, моменты? Какие противоположные тенденции? Один называется возникновение, вот религовец возникает. А противоположный момент тоже есть. Во-первых, забываете то, что выучили. Уже этого достаточно, чтобы видеть противоположную тенденцию. Во-вторых, это связано с известными провалами, там, пропусками в том или ином изучении. Ну, допустим, есть, вот выявите какая-то весь цепь доказательств, а кто-то не присутствует где-то при этом. Ну, у него дырки получаются в голове, и он становится догматиком. Он заучивает какие-то куски. А дело-то не в кусках, а видеть это надо все в выведении. Правильно? А я могу много набрать кусков? У меня будет в голове вся голова из кусков. Как Ленин писал про Каутского, он говорит, прекрасно знал произведение Маркса и Энгелеса, у него в столе или в голове был ряд деревянных ящичков, где все цитаты из произведения Маркса и Энгелеса были разложены. Деревянные ящички в голове. Нам деревянные ящички нужны, или нам нужно видеть, как это одно из другого вытекает. То есть, я хочу вам сказать, что у меня, например, механической памяти нет, я не могу запомнить, если я не знаю, как оно из одного другого вводится. Вот эти прогрессы, регресс, как это запомнить? Это так легко запомнить, когда вы знаете, что вся борьба, все развитие идет через борьбу. Раз борьба, то есть позитивные тенденции, есть негативные тенденции. А позитивные та, которая совпадает с направлением развития, негативная, которая противостоит этому направлению. вы таким образом это можете запомнить и прогресс, и регресс, и развитие. И одно связано с другим. А если вы уберете это, разорвете эту связь, в несвязанные вещи закладывать в голову, но там будет вот такой вот чемодан для... Не будет это вот. Музеологи должны думать о порядке музея, чтобы они как-то показывали это движение и развитие. Правильно? А не так, что вот посмотрите, это вот это, а это вот это, а это вот это. Ну так вот так и на человека, как надо посмотреть, мы уже обсуждали. Не просто какая вы есть. Вот фотография. Надо фотография на паспорте. И что? А надо посмотреть, как на вас действует, как вы действовали, на практику, ваша деятельность и так далее. Так. Ну хорошо. Значит, давайте посмотрим, что можно взять. авторов этой работы, которую мы даже вот кое-что взяли из того, что зачеркнуто было, чтобы еще раз пообсуждать и отточить свои знания. вот смотрите, это интересно. Сами Маркс и Энгель были младогегельянцами, и вот они говорят, что младогегельянцы разделяются старогегельянцами, их веру в то, что в существующем мире господствует религия, понятие, всеобщее. А всеобщее уже относятся к философии. Но одни восстают против этого господства, как против узурпации, а другие прославляют его, как нечто законное. Кто прославляет? Старогегельянцы. Ну, дескать, соустроен мир хорошо, и не надо его менять. Но у этих младогегельянцев представления, мысли, понятия, вообще продукты сознания, превращенные ими в нечто самостоятельное, считаются настоящими оковами людей. Совершенно так же, как у старогегельянцев, они объявляются истинными скрепами человеческого общества, то становится понятным, что младогегельянцам только против этих иллюзий сознания и принадлежит вести борьбу. И вот Маркс Энгельс по существу ставит такой вопрос, мы будем бороться только в сфере сознания с разного рода иллюзиями, или мы будем видеть действительную борьбу, которая совершается в мире. То есть сам предмет философского осмысления, он расширяется до того, чтобы включить в него всю человеческую деятельность, всю человеческую практику, а не только те иллюзии, которые есть. Я могу с вашими иллюзиями бесконечно спорить, а вы с моими взглядами можете тоже спорить. И это что будет? А давайте посмотрим на человеческую практику и посмотрим, как это все отражается на человеческой практике, и какой взгляд, и как, и каким образом способствует развитию, а какой не способствует развитию, а способствует деградации, то есть регрессу или реакции. И вот критикуя этих самых младых гигельянцев, то есть отряхивая пыль со своих женок, Марк Тенгельс пишет, что они отнюдь не борются против действительного существующего мира, если борются только против фраз этого мира. Единственный результат, которого могла добиться эта философская критика, заключается в нескольких, да и то односторонних историко-религиозных разъяснениях относительно христианства. Все же прочие их утверждения это только дальнейшее приукрашивание их претензий на то, что они этими незначительными разъяснениями совершили якобы всемирно-исторические открытия. Ни одному из этих философов и в голову не приходило задать себе вопрос о связи немецкой философии с немецкой действительностью, о связи их критики с их собственной материальной средой. То есть вот Маркс и Энгельс связывают идеи с теми обстоятельствами материальными, от которых их питают, от почвы которых они возникли. а в Младоге Энгельс отрывается этот порядок так сказать серий мыслей и никак не связывается с той материальной основой, на которой происходит развитие этих идей. Предпосылки, с которых мы начинаем, непроизвольны, они не догмы. Это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем. Вот тут закладываются предпосылки уже исторического материализма, то есть, что надо рассматривать? Надо рассматривать не только идеи сами по себе, что, конечно, нужно делать, а вместе с предпосылками этих идей. Откуда они берутся, эти идеи? Что толкает эти идеи? Что их питает? С чем они связаны? Почему они такие появляются? И так далее. Первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. индивидов. то есть, вот, как бы, Маркс говорит, нельзя же говорить только об идеях, а надо еще говорить о людях, которые эти идеи создают, и о той практике, в ходе которой создаются эти идеи. А что такое живые человеческие индивиды? Это не те индивиды, которые берутся так, как портреты, а те индивиды, которые ведут свою практическую деятельность. А в чем они? Чем они занимаются? Они производят непосредственную жизнь. А непосредственная жизнь производится каким образом? Производятся люди, во-первых. Почему? Люди все смертные, каждый по отдельности, а человечество вечно и бессмертно. Правильно? Все время. Значит, как оно может быть бессмертно? Только таким образом, что люди все время с помощью своей практики создают и воспитывают новых людей. Так? И это на этой почве появляется кровно-родственное отношение. И в то же время они создают материальные предпосылки для жизни этих людей, чтобы людям заниматься наукой, искусством, культурой, релеговедением, конфликтологией, мазиологией. Надо есть, пить и одеваться. Так? Хотя, похоже, что вот это вот наше нынешнее государственное руководство не вполне выучило это и думает, что можно выдать стипендии 1480 рублей и пусть думают о музеологии, релеговедении, а не о том, как у нас был-то еще студенческий такой стишок. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Ну, это вопрос, так сказать, если мы говорим о живых людях, живых индивидуальных, они же должны создать науку, они должны создать соответствующий теоретический, идейный базис, но он же не может быть без материального базиса. Ну, хорошо, что есть столы, стулья, тепло, светло, но есть еще и другие обстоятельства, которые нужно учитывать. Вот еще одна мысль, которая ценна является уже в связи с тем, что совершается подход к историческому материализму, то есть к материализму, примененному к истории, к людям. Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии, вообще почему угодно. Вот нет религии у животных, вы не вот такую мысль можете проводить, да, Олег говорит, вот у собак нет религии, и у кошек нет религии, у мышек мы сейчас изучаем, пока еще не знаем, у муравьев надо подумать сам о них, а вдруг у них какая-нибудь религия есть. У пчелы все в улье поклоняются матке одной, возможно, у них монархия, надо изучать их поведение, но и что по этому поводу говорит Макс и Энгель, что сами они, люди, начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни. Шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самую свою материальную жизнь. вот это очень важное положение, которое мы должны с вами осветить, и на этом мы поднимем. Алло. Алло. Здравствуйте. Нет, сейчас, сейчас нету. Нет, я где? Нет, мы сейчас просто оттуда уехали. У меня сейчас лекция, я прошу прощения, не могу говорить. Ага, насчетливо. Так, так вот, это вот идея, можно сказать, грандиозная, что люди производят свою собственную жизнь, то есть не просто в этом что-то идет производство, кто-то что-то делает, мы производим тем самым жизнь, да? Кто производит непосредственно жизнь? Непосредственно жизнь производит а, родители, которые производят детей, и б, те, кто занимается материальным производством. Почему материальное производство выделяется из всех видов труда полезных? Не потому, что кто-то важнее, кто-то нужнее, вот не по этому принципу, а потому, что это материальная основа существования общества, человечества. Для того, чтобы общество существовало, для того, чтобы оно могло действовать, для того, чтобы можно было заниматься наукой, искусством, искусством, религию развивать, или наоборот, религию изучать научным путем, для этого нужно создавать постоянно, воспроизводить материальные блага, и это нужно делать постоянно. И вот это производство и воспроизводство материальных благ, как, что является основой всех других общественных отношений, и является основой, к которой сводится борьба в самых разных духовных сферах, потому что суть те противоречия, которые обнаруживаются в материальном производстве, они находят отражение во всех сферах общества. А как это происходит? Чем это опосредствуется? Вот это опосредствуется тем, что было такое сделано открытие великое, французскими буржуазными историками Терри, Минье и Гизо, что в основе деления на большие социальные группы, то есть в основе классификации лежит не классификация по мыслям, по идеям, по высказываниям, а лежит классификация по тому, где люди находятся в производстве. по положению в производстве. Вот это великое открытие французских буржуазных историков, которые Маркса обреждали на вооружение, поскольку, скажем, следующая наука или следующая течение более высокое, более развитое. А если оно сложное, то оно сложено из простых. И они прямо и говорят, из чего сложено. Это немецкая философия диалектическая, это и Гейгеревская, раз. Это три источника, три составных части марксизма. Это английская политэкономия, тоже буржуазная, Адама Смита, Рикарда, Мальтуса. И это работа научных социалистов, которые дорогу правильно показывали, угадали будущее развитие, а пути к этому будущему не указали, и силы не указали, которые к нему может привести. А эту силу нужно найти в современном обществе, а не выдумывать ее в виде некой идеи. Я хочу вот вам в заключение сегодняшнего занятия привести зачитать письмо Маркса и Иосифа Гейдемейеру в Нью-Йорк из Лондона 5 марта 1852 года. А сегодня у нас 4 марта. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Это собрание сочинений Маркса Энгельса, издание 2, том 28, страница 424, 427. Вот какое высказывание Маркса о том, что он сделал. Он, так сказать, вот как раз открещивается от того, что ему приписывают, а ему приписывают, что Маркс разработал классовую борьбу, что Маркс открыл классовую борьбу, Маркс разработал теорию классов. Нет, нет, это я сделал. Это сделали французские буржуазные историки, а экономисты английские это все анатомию раскрыли этих классов. А я сделал раз, два, три все, что там сказал. Так, ну, значит, с учетом того, значения этого курса, я ожидаю, что вы моим призывом на них откликнетесь, да? Поклянитесь, что в следующий раз будет уже у нас от выступающих. Кровь не надо обязательно, кровь не обязательно расписывается, надо выступать и двигаться дальше. Ибо это задача движения кого? Студентов от низшего к высшему, от простого к сложному. Иначе получается, что этот курс сделан для моего развития. Я буду высказываться, я могу высказываться, я могу говорить 24 часа в сутки, как вы понимаете, мы профессионалы и можем этим заниматься. Но не в этом задача наша занятия. Вопрос есть ко мне? Нету. Спасибо за внимание. До следующего понедельника, да, теперь. Мы с вами теперь встречаемся вообще два раза в неделю. Можно сказать, не расстаемся. не разлей вода.